Маленькая Есения Бердникова и диагноз аденоиды третьей степени поставили еще два года назад. Но из-за пандемии такие плановые операции приостановили, и девочка все это время не могла полноценно дышать носом. Она очень сильно храпела, дышать ей очень плохо было. И мы наконец-то дождались операции, и нас вот такая любезная. Мы попали к Кристине Николаевне, за что ей очень благодарны. Весной из-за улучшения эпидемиологической обстановки ковидный госпиталь в стенах Виндовской района клинической больницы закрыли. И после мойки все отделения заработали в прежнем формате. В нашем отделении возобновились плановые операции, в том числе и операции у детишек по удалению аденоидов, гипертрофии нервных миндалин, различных новообразований органов, которые мешают деткам дышать. 15 июля трехлетняя Есения перенесла аденотомию – операцию по удалению гипертрофированной глоточной миндалины под контролем эндоскопической техники. Аденоиды были большие, в третьей степени все удалили, ребенок дышит носом, как и должно быть. Больше я переживала, а на самом деле ребенок даже ничего не понял. Ей дали подышать, и она привезли ее через час, по-моему, полтора. С первого же дня не храпит. Начала говорить лучше, слышать, потому что она себя. Анна не пожалела, что доверила свою дочку именно видновским медикам. Доктора сразу нашли общий язык с девочкой, и теперь Есения без опаски приходит на осмотры. Как твои дела? Нормально. Что у тебя за игрушечка? Как зовут? Малинка. Ты как себя чувствуешь? Нормально. Пойдем смотреть нос? На данный момент врачи Виндовской районной клинической больницы подарили возможность полноценно дышать носом более чем 30 мальчишкам и девчонкам. Екатерина Борисова, Елена Кошелева. Видно этого.